Всем привет! Меня зовут Светлана, и я рада приветствовать вас на своем канале. И сегодня, дорогие мои друзья, мы с вами поговорим, как вести себя в той или иной ситуации. Многие из вас бывало так, что поперхнулись, да? Вот многие, но нет такого человека, что хоть когда-нибудь, хоть раз в жизни не поперхнулся, да? Или ваши друзья. Ну что это значит? Мы всегда говорим, кто-то торопится. Это бывает действительно так, что к вам кто-то торопится, и вы вот на этой волне, вы ждете этого человека, чувствуете, ваши энергетики уже одинаковые становятся, вы чувствуете, как торопится человек, и вы начинаете торопиться. Например, во время еды вы едите и поперхнулись. Вот эта спешка вашего гостя, да, или вашего человека, которого вы ждете, действительно передалась вам. Вы поперхнулись и спрашивают, кто-то торопится, наверное. Вы стучите по спине. Хорошо, если стучать, многие кулаком стучат. Еще рекомендуют вот в ладошку, чтобы воздух в ладошке. И вот таким образом по спине в такт кашля стучать, не просто так хаотично стучать, а именно в такт кашля, тогда действительно крошка выскочит. И еще было раньше такое поверье, что если человек хочет соврать, то он делает, прежде чем что-то сказать, он мешкается, делает паузу, глубоко вдыхает, прежде чем что-то сказать. И в этот момент крошка попадает ему в горло. Вот еще сажали за стол и проверяли, разговаривали с людьми. Кто поперхнется, тот считался, значит, таит какие-то, может быть, вещи, да. И, может быть, он хочет вас обмануть, когда начинает кашлять. То есть хочет сказать неправду. Когда человек говорит правду, он спокойно ест, он не переживает, он разговаривает. Еще и так проверяли. То есть вот когда человек поперхнется, здесь двоякое такое вот, в общем-то, видение этого вопроса. Это может быть к этому человеку кто-то торопится, либо этот человек хочет вас ободнуть в каких-то вопросах. Так что всегда раньше на Руси приглашали за стол человека и начинали вести беседу. И вот в это время смотрели. Если человек ест нормально, не поперхнулся во время беседы, значит, человек действительно честный, порядочный, смотрит в глаза. Это еще одна примета. Если человек смотрит в глаза, вам их что-то говорит, он честен. Если вы задаете вопрос человеку, и он отводит глаза и отвечает на вопрос, значит, он вам хочет собрать. Вот такие вот интересные приметы были сегодня. Я надеюсь, это видео вам понравилось. Лайк поставишь. Здоровье, счастье, финансы, любовь себе прибавишь. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok